Когда в наполненный доверху сосуд с водой опустили серебряную и медную детали, вылилось 800 грамм воды. Масса сосуда увеличилась при этом на 680 грамм. Каковы объемы каждой из деталей? Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Масса воды, которая вылилась, равна 80 грамм. Переведем в 7, в килограмм. Это 0,08 килограмм. Изменение общей массы равно 680 грамм, или 0,68 килограмм. Плотность воды, табличная величина, это 1000 килограмм на метр в кубе. Плотность меди, также табличная величина, 8900 килограмм на метр в кубе. И плотность серебра, 10500 килограмм на метр в кубе. Найти объем серебряной детали, найти объем медной детали. Напишем формулу плотности. Плотность ρ равняется масса вещества, деленная на объем вещества. Эту формулу необходимо знать. Рассмотрим изменение массы Δm. Δm равняется масса во втором случае минус масса в первом случае, так как нам сказано, что масса увеличилась. Рассмотрим массу в первом случае. Масса m1 будет равняться масса банки плюс масса воды в первом случае. Масса во втором случае будет равняться масса банки плюс масса воды во втором случае и плюс масса серебра и плюс масса медной детали. Подставим наши массы m1 и массу m2 в ранее написанное выражение для дельты m. Тогда у нас получается дельта m равняется масса 2, это масса банки, плюс масса воды во втором случае, плюс масса серебра, плюс масса меди, минус масса m1, это масса банки, минус масса воды в первом случае. Заметим, что масса банки у нас взаимоуничтожается. Преобразуем получившееся выражение. Тогда у нас получается дельта m равняется масса серебра, плюс масса меди, а в оставшихся двух слагаемых вынесем минус за скобку. Получается минус в скобках масса воды в первом случае, минус масса воды во втором случае. Рассмотрим массу воды, которая выливается. Дельта m воды равняется масса воды в первом случае, минус масса воды во втором случае. Заменим нашу скобку на дельта m воды. Тогда у нас получается дельта m равняется масса серебра, плюс масса меди, минус дельта m воды. Перенесем дельта m воды влево. Тогда у нас получается дельта m, плюс дельта m воды, равняется масса серебра, плюс масса меди. Рассмотрим массу медной детали и массу серебряной детали Масса медной детали будет равняться плотность меди умножить на объем меди Масса серебряной детали будет равняться плотность серебра на объем серебра Подставим наши массы в ранее написанное выражение Тогда у нас получается Δm плюс Δm воды будет равняться плотность серебра на объем серебра плюс плотность меди на объем меди. Рассмотрим объем воды, который выливается. Объем воды, который вылился, будет равняться сумме объему серебра плюс меди. Выразим отсюда объем серебра. Тогда объем серебра будет равняться объем воды минус объем медной детали. Подставим объем серебра в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается Δm плюс Δm воды будет равняться плотность серебра, умноженная на объем серебра. Вместо объема серебра мы пишем V воды минус объем медной детали. А все остальное без изменения. Плотность меди на объем меди. Преобразуем получившееся выражение. Раскроем скобки. Тогда Δm плюс Δm в воды будет равняться плотность серебра на объем воды минус плотность серебра на объем меди и плюс плотность меди на объем меди. Перенесем слагаемое с объемом меди влево, а все остальное вправо. Тогда у нас получается плотность серебра на объем меди минус плотность меди на объем меди будет равняться плотность серебра на объем воды минус Δm и минус Δm воды. Преобразуем получившееся выражение. Вынесем в левой части объем меди. Тогда у нас получается объем меди умножить на скобку плотность серебра минус плотность меди. Все это равняется плотность серебра умножить на объем воды. Объем воды будет равен та масса воды, которая вылилась, деленная на плотность воды. Тогда у нас получается, что плотность серебра умножается на Δm воды, знаменатель, плотность воды. Минус Δm и минус Δm воды. Преобразуем в левой части. Приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается объем меди умножить на скобку плотность серебра минус плотность меди. Все это равняется плотность серебра на Δm воды минус Δm умножить на плотность воды минус Δm воды на плотность воды, знаменатель, плотность воды. Теперь выразим отсюда объем меди. Объем медной детали будет равняться плотность серебра на Δm воды минус Δm на плотность воды минус Δm воды на плотность воды. Знаменатель. Плотность воды умножить на скупку. Плотность серебра минус плотность меди. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается, что объем медной детали будет равен. Посчитав, получаем, что объем медной детали будет равен 5 на 10 в минус пятый метра кубических. Переведем в сантиметры кубические. В одном кубическом метре миллион кубических сантиметров. То есть у нас получается 50 сантиметров в кубе. Найдем объем воды, который вылился. Объем воды будет равняться Δm воды, знаменатель плотность воды. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 8 на 10 минус пятый метр в кубе. Переведем в сантиметры. Это 80 сантиметров в кубе. Найдем объем серебра. Объем серебра будет равняться объем воды, который вылился, минус объем меди. Посчитав, получаем, что объем серебра равняется 3 на 10 минус пятый метр кубических. Или 30 сантиметров в кубе. Запишем ответ. Объем меди равен 50 сантиметров в кубе. Объем серебра равен 30 сантиметров в кубе. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Продолжение следует... Продолжение следует...